Продолжение следует... И на самом деле у нас была примерно идентичная ситуация, и данный клинический случай должен мотивировать не только пациентов, но и врачей, что даже, казалось бы, в безвыходной ситуации можно найти решение. И так обратите внимание на коморбитный статус пациента и сопутствующие заболевания. То есть это был тромбоз у пациента, сердечная недостаточность, язва желудка, полинейропатия, острая задержка мочи с введением нефростомы. Следующий слайд. В мае 2021 года пациент к нам обратился с отеками нижних конечностей. На тот момент у пациента был ПСА 106 нг на мл. Ну и, естественно, пациент был направлен на биопсию предстательной железы, по данным которой мы выявили всего лишь гиперплазию предстательной железы. Пациент был до обследования и в малом тазу у пациента был выявлен огромный конгломерат опухолевый, размерами 18 см максимальный. Пациенту было выполнено гистологическое исследование данного конгломерата, по данным которого выявлено аденокарцинома предстательной железы. Чтобы понимать объем бедствия, хотелось бы вам продемонстрировать это на видео. То есть, видите, опухоль, которая на тот момент занимала почти 20 см с вовлечением крупных сосудов. У пациента была инвазия в L4 позвонок, то есть ЭКОК на тот момент уже составлял 3. Это уже было в сентябре 2021 года. И после того, как пациент выписан был из хирургического стационара, пациент был направлен на лучевую терапию с целью избежать инвалидизации. Ну и, конечно, вы понимаете, коллеги, тяжелый соматический статус, тяжелые сопутствующие заболевания. Ни один химиотерапевт такого пациента не возьмет на терапию. И решением нашего консилиума было рекомендовано проведение моноандроген-депривационной терапии, что и было сделано. Была выполнена терапия трепторином на 3 месяца, которую он получал до февраля 2022 года. В феврале 2022 года у пациента соматический статус улучшился, уменьшился размер образования почти на 10 см. И, естественно, хотелось помочь пациенту. И, как мы помним, в исследовании Титан допускалось включение пациентов даже через 6 месяцев после начала гормональной терапии. И, согласно результатам исследования, пациенту была добавлена терапия аполутамидом, которую он получал с марта по май. В мае, включите, пожалуйста, видео, как вы видите, размеры уже уменьшились до 8 см. ЭКОК на тот момент уже составлял, статус ЭКОК его составлял уже 1. И метастатическое поражение костей скелета сохранялось без динамики. Естественно, терапия была продолжена. И в августе 2022 года, по данным КТУ, у пациента продолжается, можете также протранслировать, у пациента продолжает нарастать положительная динамика, но появились побочные эффекты, такие как нарастание слабости, головокружение, когнитивное нарушение, то есть снижение памяти, нарушение внимания и нарушение пространственной ориентации. Естественно, мы понимаем, что качество жизни – это также один из первичных предикторов эффективности нашей терапии. И пациенту был, согласно аннотации препарата, сделан перерыв лечения и редуцирована доза до 180 мг при купировании симптомов. Далее пациенту была попытка экслокации дозы до 240 мг, но, к сожалению, при нарастании, при увеличении дозы симптомы возвращались. Поэтому мы остались на 180 мг и продолжили наблюдение. По данным обследований от ноября у пациента опухоль уменьшилась до 7 см. У пациента значительно улучшился функциональный статус от исходного, он уже около единицы, нуля или единицы между. Как вы видите, размеры опухоли значительно уменьшились. И посмотрите, пожалуйста, на динамику его ПСА. То есть по данным последних уже биохимических исследований, он уже незначительно начинает расти, но все мы помним, что меняем терапию мы только при рентген-диагностическом прогрессировании. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Магомед Хасанович. Действительно, очень такое впечатляющее наблюдение. Скажите, а тромбозы у него ушли? Нет, тромбозы у него сохраняются. Ну, скорее всего, это… Ну, посттромботические, может, уже болезнь там? Или они не… Нет, они вот без динамики у него… Понятно. И еще, вы на всякий случай не делали ему КТ или МРТ головного мозга, ну, учитывая такие вот неврологические симптомы? Нет, КТ и МРТ головного мозга не делали. Просто это и редкость, казуистика, но это бывает. Я видел пару раз метастазы. У нас даже, наверное, хирурги оперировали, оказывались метастазы, рак и простаты. Ну, может, тоже спрошу. Магомед Хосеевич, а вообще, что в простате-то было? МРТ же делали наверняка, помимо биопсии. Ну, то есть, был какой-то субстрат, что-то пират с какой-нибудь, что-нибудь там? Нет, все чисто. Абсолютно никакие. Абсолютно, да. Придраться ни к чему не ждали. Ну, вот, Всеволод Борисович фразу пробросил. Я сначала подумал, что это не рак простаты с самого начала. Если бы такой пациент пришел, но если бы не ПСА-106… Сомнения возникли бы, конечно, большие. Да, безусловно, здесь можно как трактовать и метастаз. Без первично выявленного очага. Но по результату мы понимаем, что это именно рак предстательной железы, так как у нас есть морфологическая верификация и есть уровень ПСА. Слушайте, ну, очень редко, но такие больные бывают с маленьким очагом в простате и большим метастатическим процессом. Просто при биопсии в этот очаг не попали. Боростаты, я имею в виду. Он маленький очаг. Спасибо большое, Магомед Хосеевич. Пожелаем успеху вашему больному. Спасибо. 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 Спасибо.